Я сегодня буду проповедовать на тему, которая может кому-то показаться, а с чего это ты на эту тему хочешь проповедовать. Но вот чувствовал, в последних нескольких дней ходил с этими словами в голове, и я выстроил проповедь, которую назвал «Ожидайте, и придет вам Дух, и вы исполнитесь, и будете мне свидетелями». Помните это место из Писания, да? Но я хочу начать с другого места. Оно записано в Евангелии от Матфея, 5 глава, с 13 стиха. Два стиха, 13 и 14. Я уже цитировал эти стихи сегодня, еще раз прочитаю. «Вы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделать ее соленой? Она уже ни на что не годна, ее нужно выбросить вон. Или вы свет миру. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Я уже говорил сегодня, эти слова не были обращены ко всем людям, и эти слова не были обращены ко всему Израилю. Эти слова были обращены конкретно к ученикам Ешо. То есть, если каждый из нас себя считает учеником Ешо, эти слова были обращены прежде всего к нам. К нам. И когда Ешо говорил эти слова, то он сказал, и все подростки понимали, что он говорил. Он говорит, «Эрец Исраэль, народ Израиля, имеет особенное предназначение перед Господом. По сути, Израиль, Израиль как народ, по определению... Чей ребеночек? Чей это? Нашелся папа? Нашелся папа? По определению, по определению, еще с дней древних народ Израиля являлся народом Божьим, взятым в удел для определенных целей. Но здесь Ешо из Израиля выбирает группу людей и говорит, «Вы соль!» То есть, вы должны осаливать сам народ. Сам народ, который является солью. Если хозяйки пользуются уксусом, да? Уксус, ну, его можно даже и попробовать, да? Ну, он неприятный, но ничего, можно. А есть уксусная кислота, эссенция, вот концентрированная. То есть, и то, и другое одинаковое, то же самое там было. То есть, он, по сути, выделил вот эту эссенцию. Он говорит, «Вы должны быть эссенцией для уксуса. Вы должны солью, особенной, концентратом для всего народа». Ну, ученики, конечно, задумались. Он говорит, «Задача интересная, как это сделать? Что мы можем сделать? Мы же вот, о галилеяне они говорили. Они же были из Галилеи. И в Галилее были люди не особенно образованные, и не особенно религиозные. И они даже задавали вопросы. Ну, как же мы можем дотянуть уровнем? Вот до них Иешуа сказал, «Вы не можете». Ну, если ваша праведность не превзойдет праведности. Книжников и фарисеев, помните? Они говорят, «А как же можно?» И там были всякие сравнения. «Богатый, может войти в царство». И он говорит, «Невозможно ни бедному, ни богатому». Кому возможно? Тому, кому Бог помогает. И поэтому Иешуа говорит ученикам. Он говорит, «Ожидайте в Иерусалиме, и сойдет на вас Святой Дух. И сделает вас способными быть солью». Я вот на эту тему хочу сегодня немножко поговорить. Смогу ли я раскрыть эту тему, да или нет, не знаю. Но имею умысел, почему я сегодня хочу эту тему поговорить. Потому что у нас будет две недели друг без друга. И у каждого, я надеюсь, что вы выйдя не забудете эту идею, будет возможность помедитировать и подумать, «А являюсь ли я солью?» Или «Господи, помоги мне быть солью». Ну, я прочитаю еще раз это местописание. Деяние, первая глава, еще говорит с 8 стиха. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, и даже до края земли». Вы знаете, в Священных Писаниях, вот когда мы про это читаем, у некоторых людей помазание или снисхождение, или схождение, или крещение Святым Духом всегда ассоциируется, знаете, с чем? С чем? С говорением на языках. Но, ребята, говорить на языках, и быть свидетелями с концентратом соли, это слишком две разные вещи. Что, если ты говоришь на языках, то ты уже стал большим концентратом? Ну, а почему-то такие идеи утвердились. Я вот хочу чуть-чуть разобраться вот в этом вот моменте. момент иных языков, это актуальный момент, который уже случался в истории Израиля. И те из вас, кто читали исход Израиля из Египта, и читали, что в один момент израильский народ стоял возле горы Синай, помните, там Господь сверху говорил, то история рассказывает, что там не только израильский народ стоял, там стояли еще множество иноземцев. Я уже не один раз толковал эту тему, и даже могу, рискуя сказать, что, по всей видимости, иноземцев там даже было больше, чем израильтян. И, как существует еврейское понимание, что одно произошло сколько народов? 70. То Бог на 70 языках проговорил слова Завета. Я езм 10 речений. Помните, 10 заповедей их называют, но правильнее сказать 10 речений. На 70 языках Он проговорил эти 10 речений, чтобы истина Господа была ясна любому народу. Любому народу. И есть такие еврейские рассказы, которые говорят, всем народам была предложена Тора, но Израиль сказал, я приму. Даже есть на эту тему много шуток. Помните, а сколько это будет стоить? А если два по цене одной? И поэтому две эти. Но не в этом дело. Там, в исходе, в 20 главе, в 18 стихе записана такая вещь. Такая вещь. И когда Бог провозглашал вот эти вот слова, написано, весь народ видел гром и пламя, звук трубный, гору дымящиеся, и увидел то, народ отступил и встал вдали. Если мы читаем эти слова на иврите, то они немножко не так написаны. И там написано, и не видел звук трубный, а видел колот. Коль. Что такое коль? Голос. А колот это языки. И стандартное, раввинистическое, даже раввинистическое толкование говорит, люди видели, как слова, торы, были произносимы на 70 разных языках. То есть, все народы услышали слово. В этот момент совершилось величайшее чудо. 12 колен, которые были родственниками по прадедушке, помните? 12 колен, прапрапрадедушка, Израиль, от него 12, или еще дальше, к Аврааму. Они все были родственниками, и как бы, ну да, любили друг друга, но все равно каждый держался своим коленом. В этот момент, благодаря тому, что Господь с горы сказал на 70 языках, вот эти вот слова завета, или слова речений, стали народом. До такой степени это было актуально, что слова эти прожглись в генах всех слышавших. И уже когда рождаемые потом дети рождались у этих израильтян, то Тура уже она там текла в крови. Про это мы можем читать много разных доказателей в священных писаниях. На эту тему я не буду сегодня заостряться. Но хочу сказать, что спустя 2000 лет, когда апостолы собрались в Иерусалиме, там были ученики, это было на день Пятидесятницы, и они все были вместе в горнице. Помните эту историю? Когда они услышали от Господа, не уходите из Иерусалима, пока чего-то с вами не случится, то написано, и давайте мы откроем вторая глава Деяния апостолов с 1 по 9 стих, я буду выробно читать, но все знают этот текст. При наступлении дня Шабуот, учитывайте, в этот день в Иерусалиме собрались люди со всего мира. Это не были язычники, это были евреи, которые исполняли заповеди, и те, которые жили в Греции, или в Англии, или во Франции, или в России, я утрирую, тогда таких стран не было, но было много других, и там написано перечисление этих стран. Угадайте, какой язык для них был родным? Правильно, они все говорили на Идыш. Но если быть более точным, на Ладдина, потому что они все были марокканцами. Нет, на самом деле это не так. Родной язык той страны, в которой ты живешь. И с поколениями уже становится народный язык вторым. Я родился в бывшем СССР. Русский мой родной язык. Но моя бабушка, мой папа, мама, родственники разговаривают на Идыш. Я понимаю Идыш. Я не могу говорить на нем. Какой мой родной язык? Русский. И вот, когда они собрались все вместе, и написано, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились. Явились им языки разделяющиеся. Так написано. Это слово аналогично тому, что написано в Торе колот. Колот. Голоса. И они почили на каждом из них и стали исполнить все Духа Святого и начали говорить на иных языках, правильнее сказать, в этом моменте иностранных языках, как Дух давал им провещевать. В это время в Иерусалиме находились, я читаю четвертый стих, пятый, люди, иудеи, люди набожные из всего народа под небом. Что это значит? Приехали с разных стран на праздник. И они услышали их говорящими на своих наречиях. И они говорили, они же все ребята из Галилеи. С Галилеи там одни евреи. Они все там кроме своего легкого еврита ничего другого не знают. Они же в университетах там вокруг Галилеи не учились, рыбаки в основном. А тут мы же слышим их говорят на Парфянском, Медянском, Иламицком, Месопотамине, Та-та-та-та, Понта, Асии и так далее. Вы знаете, что здесь случилось? Совершенно точно повторился эффект, который был до этого 2000 лет назад на горе Синаи. И все поняли, вау, случилось нечто особенное. Тут в этот момент был иностранный язык. Но это не все. Позднее, позднее мы читаем в Деяниях Апостолов, что вот эти знакомые, но иностранные языки практически прекратились. И стал иной язык. Язык, который был непонятен, говорение на иных языках. То, о чем многие пятьдесятники понимают, так и не понимают, и они понимают достаточно правильно, хочу про это проговорить. Кто знает, как вот это явление называется? Гласолалия. Гласолалия. Ну, вообще так, на греческом. Гласолалия. В словарях, когда, то есть, гласолалия, это когда люди молятся, и они не понимают, и что они понимают, и в словарях, этот эффект, он существует в различных религиозных группах, не только у верующих в Иешуа. Хочу вам сразу сказать, этот эффект существует и в группах ортодоксов еврейских, и мусульманских, и буддистских, и много-много разных мест. Где же, как разобраться? Католики я про христиан уже говорил, я говорю, даже у буддистов это есть, и у кришнаитов это есть, и даже у людей, которые просто медитацией занимаются, которые вообще ни на что не верят. У них этот эффект есть. Он называется гласолалия, и словарь, словарь определяет этот разговор как речь, состоящая из непонятных слов и словосочетаний, имеющая некоторые признаки осмысленной речи, тем, приимпорт, структура слога, речь со множеством неаголизмов и неправильным построением фраз наблюдается у людей в состоянии транса. Транса. Так определяет светский словарь. Можно, да, в Википедии это просмотреть, не надо ничего высвечивать сейчас. То есть, гласолалия каким-то образом связана, как они говорят, с трансом. Ладно, ничего страшного. И транс тоже имеет некоторое словарное пояснение. Транс сопровождается определенными изменениями мозговой активности, в особенности бета-волны. Я не знаю, что такое бета-волны, но так пишут здесь. Транс отличается от обычного состояния сознания направленностью внимания. Слушайте внимательно. При нем у человека образуется внутренний фокус, то есть, внимание направлено на образы, воспоминания, ощущения, грезы, фантазии. Очень интересно. Знаете, что? Апостол Павел, когда говорит про гласолалию, говорит, я больше всех молюсь на иных языках гласолалия, хотя советую больше пророчествовать. Знаете, в чем суть это и гласолалии. Я уже учил об этом неоднократно. Люди от тех времен от дама сильно деградировали, потому что грешили. И Господь понижал уровень человека, я про это учил многократно. И когда Господь понижал уровень человека, он закрывал какие-то способности. Но когда пришли к пониманию Ищуа, в некоторых случаях Господь давал людям соприкосновение с духовным миром. И этот духовный мир, когда соприкасаешься с ним, открывал вот эти сокрытые способности, которые можно назвать светским языком словом транс, пускай. Но в процессе этого люди начинали говорить на иных языках и в них в их сознании совершалось что-то, когда они как бы замыкались на духовных силах, в данном случае на Святом Духе, потому что подошли к духовной личности, которая называется Бог Израилев. Те, которые подходят к другим духовным личностям и поклоняются бесам, танцуют вокруг дерева, поклоняются идолам, тоже могут начинать говорить на иных языках, но прославляют во момент этого транса не Творца миров, а Бога, ой, не Бога, Творца миров, а идолов, которым они поклоняются в тот момент. То есть, момент, который я сейчас описываю, он записан в Священных Писаниях, и Павел говорит Римлянам, 8 глава, 26-27 стих говорится так, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, это вот можно сказать, вот транс, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должен, но сам Дух оттайствует за нас воздыханиями неизреченными, испытывающий из сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Апостол Иуда в своем послании в 20-м и в 21-м стихе говорит нечто подобное и говорит а вы возлюблены назидая себя на святейшей вере вашей молясь Духом Святым сохраняйте себя в любви Божьей. То есть назидайте что-то внутреннее происходит когда человек молится вот этой голосолалией. Но вы знаете почему-то почему-то у людей в некоторых направлениях возникла идея что при встрече с Святым Духом ты обязан вот только так и никак иначе. Павел говорит очень четко и однозначно он говорит я читаю место из Коринфян где Павел говорит дары различные а Дух один и тот же это 1 Коринфян 12 глава 4 по 10 стих служение различное Господь один и тот же действия различные а Бог один и тот же производящий все во всех но каждому дается проявление Духа на пользу одному дается Духом то есть разные проявления слово мудрости слово знания вера дары исцелений пророчества развлечения Духом разные языки истолкования языков то есть послушайте внимательно я сейчас поясню почему я говорю про эти вещи почему-то сложилось мнение что крещение Святым Духом и вот иные языки и все мы дошли до потолка а вот сейчас только вот молись чувствуй переживай чего-то и на этом сабаба как говорят на иврите все хорошо больше ничего не надо Павел говорит стиха ребята это может быть только какие-то проявления но это для того чтобы вы могли пойти по пути исследовать Бога и переживать откровения от Него не для того чтобы на языках только говорить или что-то другое но чтобы нечто более глубокое в вас начало происходить а если вы вдруг во время какого-то молитвенного собрания или прославления почувствовали прикосновение и ваши уста остали молитвенно и на этом вы остановились и сказали все я достиг то большая проблема в этом к сожалению многие на этом остановились и не позволяет Святому Духу развивать их дальше Павел в последующем месте Писания которое записано в 14 главе 1 глава с 1 по 6 стих он говорит такие слова достигайте любви ревнуйте о дарах духовных особенно о том чтобы пророчествовать ибо кто говорит на незнакомом языке говорит не людям а Богу это важно говорить Богу но никто не понимает что он говорит а кто пророчествует это наседает людей то есть в этот момент апостол Павел говорит вы должны искать чего-то большего и когда он здесь говорит только о ином языке и пророчестве это просто как пример я хочу вернуться в деяние апостолов на минутку эти вещи стали происходить верующих вообще и это стало определенным знаком если мы открываем 10 главу деяния апостолов 44-46 стих говорится Петр продолжал еще речь то есть Петр проповедовал в доме у Корнилия Дух Святой сошел на всех слушавших слова и верующие из обрезанных пришли с Петром визумились что дар Святого Духа излился на язычников ибо слышали их говорящими гласолалия там написано на греческом языке они стали молиться на этих вот транс то есть они вошли они почувствовали Бога правильно ли только на этом остановиться абсолютно нет уже следующее место писания в деяниях 19 глава с 5 по 6 стих говори следующую мысль деяние 19-5-6 услышав это они погрузили свое имя Господа Ишу и когда Павел возложил на них руки и не сшел на них Святой Дух и они стали говорить гласолалия и что стали после этого делать пророчествовать должно быть какое-то развитие слушайте почему я про все это говорю нам нужно принять от Духа Божьего и приняв что-то не остановиться будет ли это иной язык или это будет видение или пророчество или сновидение или какое-то толкование или понимание нам нельзя сказать все я получил и остановился к сожалению масса людей только на этом и заканчивают свое духовное развитие на самом деле функция Святого Духа который должен сойти на нас намного шире намного глубже и намного более четкое я хочу посмотреть что еще говорит по поводу Святого Духа когда говорит к нам и я все с этим же вопросом а приняли ли вы Святого Духа а приняли ли вы Святого Духа а остались вы ли теми же может вам просто прикольно здесь сидеть может быть у вас дома просто мозга на нету а здесь хорошо мозга на кофе дают Иоанн 14 глава 26 стих Утешитель Дух Святой которого пошлет Отец во имя мое научит вас всему и напомнит вам все что я говорил вам как мы понимаем эти слова как мы понимаем слова Святой Дух придет и научит нас кто-то знает как это понять вот ученики ходят за Ишуа 3 года сам Господь не человек то есть не простой человек как какой-нибудь пастор как я или как Дима или как Саша или как миллион других пасторов а Господь Ишуа ходит со своими учениками 3 года в личной атмосфере учит их ни один библейский институт с этим не сравнится и после этого он говорит но придет Дух Святой и научит вас напомнит вам все как понять эти слова в чем цель в чем циме с этим слов ну скажите почувствует еще коснется сердце еще обличает через людей еще наставляет еще говорите ну что мудрость дает еще хорошо в священных писаниях в ефесянах написано одних поставил апостолами пророками пасторами помните чтобы привести всех верующих в зрелый возраст Святой Дух то есть и все вокруг люди служение община взаимодействия молитва на иных языках или пророчества или еще что это все вспомогательные меры чтобы мы могли раскрыться и чтобы Святой то есть мы сосредотачиваемся и замыкаемся я только хочу заговорить или замолиться как-то иначе чтобы быть каким-то по-другому выглядевшим но суть другая мера возраста мера возраста чтобы мы стали людьми которые подобно Господу Ешуа проходя видят ситуацию не человеческими глазами только но с божественной или со святой или с духовной позицией и Писание многократно про это говорит и говорит духовный судит обо всем а душевный ну только может там что-то прокритиковать или сказать это хорошо суть погружения в Святой Дух она двоякая первое пусть придет и тебя научит всему напомнит и наставит а второе чтобы вы стали мне свидетелями Ешуа говорит это по-другому он говорит кто жаждет истину приди ко мне пей и у того как написано из шрева то есть наполнись и начнешь давать на самом деле этот процесс не совсем так вот я буду двадцать лет сидеть наполняться а потом пойду говорить нет это померя в тебя начало входить уже сразу иди говори и будь свидетелем и светом или не говори но будь свидетелем и светом но суть здесь не только начать гласолалия и из-за этого поругаться как украинцы с русскими за непонятно чего или это не то это не тот угол угол обозрения это духовное проявление которые у каждого могут быть по-своему суть чтобы мы вспомнили а вспомнили в данном понятии это не как вот я 15 или 20 лет назад учился в институте и я должен вспомнить все что профессор мне говорил нет то ерунда мы должны вспомнить что такое духовный стандарт духовный образ чтобы то что Господь проговорил на горе Синай а потом устами пророков а потом в последние дни устами Господа и всего как говорится в послании евреев стало в нас в наших генах актуально чтобы мы вспомнили не только историю не только факты но могли применить это возрастая чтобы могли реагировать по-взрослому чтобы могли на искушение реагировать по-взрослому чтобы не поддавались 20 лет спустя как уверовали тем же самым искушением как когда-то как юнцы а чтобы стали совершенно взрослыми людьми духовными людьми чтобы чувствовали Господа чтобы чувствовали Господа и об этом все писания и Ветхого и Нового Завета писания говорят чтобы чувства были опытом научены к разлечению добра и зла чтобы мы не были людьми которые стоят постоянно на одни и те же грабли бац и опять в тот же глаз бац и опять в тот же глаз и все время эти грабли чтобы мы вдруг поняли а это плохо это плохо это плохо несколько раз даже попробовали и старались избегать Святой Дух чтобы мы познавали Бога переживая Его иногда размышляя о Нем размышляя о Слове но все это методы у каждого одни свои есть корейцы которые могут по 4 часа стоять на молитве я не умею так стоять а бы 5 минут выстоять или 10 есть другие которые 2 дня читают без остановки писания я сознаюсь я не могу так я читаю берет время но я не могу бесконечно есть люди которые могут оставиться в одну точку у каждого своя методология но Господь говорит примите Духа у кого-то это будет с гласолалией у кого-то это будет с пророчеством с видением с пониманием но в любом случае это только приоткрытая дверь в которую ты должен ворваться допустим чтобы Божий Дух начал тебя учить пожить не напоминая все то чего Ешуа Господь Ешуа ожидал от своих ближайших учеников и мы видим что с ними что-то получилось они прияли от Святого Духа и каждый из них поднялся до такого уровня что когда Петр даже по улице проходил помните он исцелял тень его исцеляла потому что в нем вот эти вот переживания Господни достигли определенного уровня достигали прямо не к тебе может быть ты просто пассивный ученик я о тебе говорю и себе говорю я говорю нам вы знаете что я хочу призвать чтобы мы как община перестали быть просто общинами зрителей Господи и возревновал я о том чтобы познать себя больше такое места писания мы встречаем частиком в писании и возревновал я и возревновал я помните был нееми в нем Дух Святой возревновал так что он тянулся собрал деньги в Вавилоне поехал караваном в Иерусалим а потом еще хвастался это записано в писании перед Господом и нерадивым я рвал бороды Святой Дух мог так проявиться и он начинает нерадивым рвать бороды на Изекию Святой Дух проявился иначе он пришел и выстроил схему по которой мы до сегодняшнего дня читаем Священное Писание Парашат Шавуа апостол Петр записал какие-то послания Иоанну другие 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 что ты записал каким образом Господь тебя коснулся я сейчас немножко обличаю я немножко разочарован разочарован тем что многие имея послужной список 15 20 лет веры до сих пор дети как коринфяне о я хочу на языках побольше поговорить или пророчество а кому оно надо твое пророчество оно надо кому-то оно будет надо кому-то когда ты дойдешь до меры полного возраста в Машехе тогда твои слова будут золотом а если ты вдруг услышал что-то даже духовное и начал бла-бла-бла-бла-бла то это будет просто кукушка никому не нужно вы со мною очень сожалею но очень много верующих сегодня просто как кукушки евреям 12 глава откройте со мной евреям 12 главу с 18 стиха здесь автор для интересующихся по всей видимости не Павел писал послание евреям большинство теологов склоняются что это не был Павел может быть Аполлосом не важно автор Господь Бог давший это послание сравнивает две вещи и я хочу чтобы мы верующие в Ешуа Машеха в Новый Завет сравнили вот два отрывка один от тех которые приступили к горе Сион или горе Сина это она здесь названа а другие которые приступили к силам Нового Завета давайте сравним нашу жизнь и будем честными вы приступили не горясь а займой пылающим огнем то есть вы не в той горе там где народ израильский стоял приступили дальше не к трудному злому звуку и глазу благову которые слышащие просили чтобы к ней более не было продолжено слово посмотрите в интернете Этика Калиша комментарии на эту тему как там написано он рассказывает что люди когда услышали упали и умерли и Бог их воскрешал но это еврейский комментарий и крайне повторяет его дальше ибо не могли более стерпеть того что заповедуемо было если зверь приступил за горе будет погиб камнями или поражен стрелой дальше ибо столь ужасно было это видение что и Моисей сказал я в страхе и трепете Моисей все время с Господом общался а тут такое началось что их просто такая ужаса ужаса атака пробивала это те наши праотцы пра-пра-пра-праотцы которые стояли возле гради Синай то есть нечто необыкновенное потом постоянное присутствие этого столба огненного и все время они чувствовали что потом пророки приходят потом этот погибает а застал без того что не явил какую-то святость дальше а про нас говорится ну вы приступили горе селы в граду Бога живут к небесному Иерусалиму тьму ангелов дальше торжественному собору церкви первой фото писаных на небесах суди всех Бог духом праздников достигших совершенства дальше ходатай нового завета еще крадикопления говорящих лучше нежели крого Абеля дальше смотрите не отвратитесь слушайте послушайте внимательно здесь автор говорит о двух заветах и говорит тот ветхий ну как говорят ветхий они слиха это неправильное слово но тот который с Израилем был в пустыне заключен Синайский он был великолепен настолько мощен что это было просто невероятно но автор здесь говорит что тот к которому мы пришли еще более крут потому почему мы имеем лучшую жертву лучшего священника и там было скиния человеками построено а мы пришли к скинии небесной то есть все на не на порядок а на порядке круче и лучше неужели это в нашей жизни действительно реально происходит вот здесь загвоздочка вот здесь загвоздочка вот где мы любители сериалов и потрепаться ни о чем вот они мы к сожалению к сожалению может быть Господь пошлет руах дух и как написано в плаче и реме и обнови наши дни как прежде и мы обновимся но мы должны понять что Святой Дух дан нам не для того чтобы один стоял перед другим и говорил я на языках говорю а я пророчество я тое пятое десятое это все третье я чисто смотрю в фейсбуке пророчество Путину пророчество этому пророчество этому 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 и везде куча лайков я уверен что те кто лайкает даже не читают эти пророчества просто кто-то знакомый написал лайк и пошли дальше кому нужны эти пророчества нам не нужны пророчества нам нужен зрелый возраст верующих которые размышляют о Господе и приближаются к Нему которые приходят в шаббат не только под мозганом посидеть или в воскресенье сказать Аллилуйя и протанцевать еще 40 минут вокруг столба а чтобы в нас начали происходить заметные изменения не в нашей внешности но в нашем подходе к жизни что мы становимся другими что Святой Дух да вдруг напоминает нам через гласолалию или через пророчество или через видение не важно через что через не важно через осла который говорит правильные слова но внутренность наша становится другой и мы становимся взрослыми и мы становимся людьми которые смотрят на этот мир как требующий вмешательства Господа тогда каждая твоя молитва будет услышана Господом в посланиях Иоанна написано чего не попросите у меня во имя то есть у Бога во имя мое будет вам кто читал такие слова кто пробовал у кого не получалось это результат потому что там же написано просим для чего для вожделения потому что не понимаем чего просим потому что не растем потому что слишком сделали себя занятыми тайно как снять эту занятость я хочу молиться чтобы Бог помог нам помог нам я хочу заканчивать словами из пророка вакуума я не буду читать все но это с 1 по 20 стих вакуум говорит я стал на стражу мою и стоял на башне наблюдая чтобы узнать что он во мне скажет и что мне отвечать по жалобе моей и отвечал мне Господь и сказал запиши это и интересно 3 стих видение относится к далекому времени про нас я вижу про нас говорит о вакуум и 12 стих говорит горе стоящему строящему город на крови созидающему крепости неправды ну это я сразу истолковываю про газу конечно но это так же и про нас потому что очень часто мы делаем неправильные вещи а потом удивляемся почему у нас так все плохо вот не от Господа ли саваофа это что народы трудятся для огня и племена мучают себя напрасно слушайте они 4 года или сколько 5 лет строили эти туннели все раздолбали сейчас это же такая обида такая обида такая такая обида такую классную мечеть подстраивали ее видно было за 10 километров там влеем баран и золотой купол был но выкопали там эту туннель и туда попала израильская бомба и все в нашей жизни могут быть такие же вещи я не хочу оскорблять чувства мусульман просто сейчас немножко такое острое это но в нашей жизни мы можем тоже построить мечеть и если мы построим мечети мы как верующие то их непременно разбомбить божий взрыв и будет просто полный огонь столько лет старался столько лет но этот подкоп там внутри мечети подкоп слушайте нам важно строить правильно но строить правильно без того чтобы изменяться внутри себя мы к сожалению не можем потому что основной принцип напомнит дух святой это мудрость когда мы избегаем грех когда мы готовы каяться когда мы готовы обличить самого себя и сказать господи я не хочу так когда мы не ожидаем что Тома Барткевич детей наших в библейской школе научит быть праведными и святыми а мы дома к этому прикладываемся когда мы ведем себя одинаково в собрании дома и на работе услышали меня одинаково в собрании дома и на работе потому что некоторые в собрании начинно одевающиеся на работе могут трехстопным ямбом выражаться вот не напрасно ли вот не от господа лесового отоши народы трудятся для огня и племена мучат себя напрасно и дальше пророк в надежде говорит ибо земля наполнится познанием славы господа как воды наполняют море ибо злодействие твое на Ливане обрушится на тебя за истребление устрашенных животных за проилитие крови человеческой за опустошение страны города и всех живущих в нем это когда вот как сегодня в Ливане строятся подземные города смерти и заповедь и заветы со смертью совершаются Ливан когда-то было совершенно другим местом вы знаете еще лет сто назад Бейерут это все было христианские вожделенные места там там всего вот этого физ балла ничего даже не было близко но как легко как легко все изменить пусть Бог сохранит нас от неправильных оснований пусть Бог сохранит всех нас и нас и меня и вас и всех нас что мы строим я хочу просто призвать нашу общину друзья братья сестры вот две недели перед нами пожалуйста подумайте давайте просто будем как ученики ожидать от духа чтобы принять не надоевшие всем непонятные чудеса знамений непонятные для чего и для кого знаете сколько сегодня в гудесниках а чтобы принять желание внутри себя изменяться и возрастать в настоящих людей посвященных Господу исполняющих тот внутренний чему Бог призывает нас а Господь 20 стиха вакуума в святом храме своем да молчит вся земля пред лицом давайте мы помолимся небесный отец я прошу тебя чтобы ты дал каждому способность каяться изменять ориентиры пусть не отдыха будут днями поиска когда мы нашей внутренностью сможем отдохнуть прошу тебя чтобы эти пару недель ты дал нам такой внутренний эмоциональный духовный я молю тебя Господь чтобы ты дал нам обновиться познанием глубиной силы дай нам Господь нырнуть в настоящее призвание что такое соль что такое зрелые люди не просто постоянно ноющие а люди которые видят нужду и бегут чтобы покрыть я я молю тебя Господь объедини нас особенным образом как написано в одного человека чтобы мы стояли перед тобой я прошу тебя Господь светом своим просвети нас и милостью твоей не оставляй нас я еще раз молюсь со всех солдат армии обороны Израиля милости защиты для них помощи помоги нам победить уже скорее в этой малахе разрушив там все то злое стараясь не касаться мирных чтобы избежать этих ООН организация обещающая ничего или как ее переводят по-русски не помню а очень ненужная организация пускай там Дима Саша вы можете выйти сюда чтобы мы троем сделали берката коганин благословив народ амэн шаббат шаббат